Молоко и производственные из него товары, поднадзорная продукция к себе требует особого внимания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается увеличение роста экспорта молочной продукции из республики. Какие требования по производству и его реализации предъявляют и какая система позволяет отслеживать количество продукта, расскажет Альбина Ламкова. Молоко и молочные продукты занимают значительное место в рационе населения. И поэтому на рынке сбыта предъявляют жесткие требования по качеству. Особое внимание обращают на натуральность и безопасность продукта. Чтобы рассчитывать на максимальную пользу, изготавливаемая на основе молока продукция должна соответствовать стандартам качества. Контролируют этот процесс в специальных лабораториях Россельхознадзора. Продажа молока и молочных продуктов, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу, запрещается. Исследование сырья и пищевой продукции по органолепическим исследованиям проводится в специальном оборудованном помещении с контролируемыми показателями микроклимата. Это учитывается температурный режим, влажность и освещенность помещения. Контроль объема молочной продукции на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза и ветеринарно-санитарным правилам других стран осуществляется в федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Благодаря программе государство может контролировать весь путь молока, начиная от фермерского хозяйства до конечного покупателя. Имея такие сведения, сложнее подделывать продукт. Эти данные используются при изучении экспорта молочной продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается увеличение роста вывоза из страны. За 8 месяцев 2020 года, в результате предпринимаемого управления русского промадёра на территории Труча-Черкесской республики контролировано с высокотком мощной продукции. Мы послуждаем экспорт в такие страны, как республика Абхазия, Казахстан и Азербайджан. Больше всего молочной продукцией была экспортена в Республике Абхазия. Молочная продукция, как это, как мацони, сливочное масло, каймак, йогурт, молоко. Управление Россельхознадзора напоминает, что вся выпускаемая производителем продукция должна иметь документацию о благополучии их хозяйства, в котором вырабатывается сырое молоко. Необходимость в этом заключается в том, чтобы получатель молочного продукта знал, где, кем и когда он перерабатывался. И имел информацию о производителе сырья. Обязательным считаются буквально все процессы производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации. А также требования к маркировке и упаковке молока и молочной продукции для обеспечения их свободного перемещения. Соблюдая эти немаловажные требования, начиная от производителя до продавца, конечный потребитель получает качественный товар, что приведет к повышенному товарообороту.